друзья я вас приветствую из греции хочу показать вам яхту сан одиссей 54 ds на мой взгляд это одна из самых удачных моделей этой фирмы фирмы жено к сожалению эти яхты уже не производятся выпуск этих яхт прекращен и так по традиции начинаем с салона или кают компании начинаем по правому борту и с правой стороны мы видим шкиперское место шкиперский стол радиостанцию gps приборы контролирующие управляющие яхту генератор старт генератора и хочу обратить ваше внимание что это все не фанера какая-то это все массив это хорошее качественное дерево и так шкиперский стол вместо довольно много 220 вольт далее впереди по правому борту видим эллипсовидный диван дер мантин марин светло такого бело-желтого наверно белокофейного цвета по периметру два рундука полочки стол с массива состояние лакокрасочного покрытия выходы кондиционера 220 вольт и акустическая система и по правому борту у нас еще есть один вентилятор помаленько передвигаемся на левый борт смотрим на состояние и качество дерево вентилятор и такая вот зона отдыха зона отдыха которая состоит из маленького столика типа журнального подставки под бутылочки еще один столик и вот такие полукругые два диванчика крышка столика вот этого поднимается и вот здесь тоже открывается такой барчик далее мы перешли на левый борт включение выключение кондиционеров 220 вольт потом акустическая система и помаленько помаленько передвигаемся к месту работы кока сейчас уберем отсюда эту лодочку лодочка кстати тоже продается лодку убрали портомойка снержавейки опять же вода которая станка вода которая с моря вот такая большая сушка посуда вытяжка и газовая плита газовая плита и внизу духовка продвигаемся дальше плита остается правее здесь у нас большая морозилка холодильник-морозильник и вот здесь я его забирать не буду но пейте снержавейки дверь это еще один холодильник все снержавейки все как новое как увидите ржавчины нет все таки как бы мы не говорили о лодке которые выпускали раньше они были намного лучшего качества вот такая у нас история тут же у нас еще один локер где посуда и мусор вот такие небольшие выдвижные ящики обратите внимание все ручки вот эти вот это все деревянные и мусорный ящик поворачиваемся назад и попадаем в каюту левую кормовую но перед тем как пасть в каюту мы видим разные лакера видите здесь у нас плюс-минус включается подключается питание яхты дальше заходим в каюту каюта высокая широкая вот эта деревяшка ставится сюда и увеличивается длина спальнего места выходы выбаста и клима системы вот такие у нас тут еще полки есть вентилятор и все деревянное хорошее далее поворачиваем голову правее или туловище наши правее видим мы здесь ящик темновато немножко попробую открыть видим один видим второй закрываем дверь в кают компанию и открываем дверь в галюн то есть каюта имеет свой галюн который отделен от кают компании выходим с левой кормовой каюты поворачиваем направо проходим штурманское место штурмана и перед тем как попасть в правую кормовую каюту видим при входе тоже есть шкафчики которые можно складывать вещь далее идем в каюту каюта практически такого же размера как по левому борту 220 usb вентилятор широкая и довольно высокая каюта ну яхта 54 фута и вот здесь у нас еще есть куда место куда складывать вещь вот и здесь у нас шкафчик такой окей это еще не конец закрываем дверь открываем другую и попадаем также в галюн который относится к каюте кормовой по правому борту дерево нет все в пластике это очень хорошо подвигаемся вперед зайдем в каюту носовую по правому борту вот каюта тоже самое вентиляторы то и самое кондиционеры шкаф вот такой состояние лакокрасочного покрытия видите сейчас вам покажу еще одну закрываем дверь вот компания и открывается дверь в галюн сейчас мы сделал посветлее вот галюн все галюны ручной откачки как на меня то ручная откачка более надежная чем электрическая вот далее внизу у нас тоже есть лакера все сделано на совесть все сделано на совесть нигде не ржавочина ничего не как будто бы новое и и для тех людей которые хотят с двух кают передних сделать одну каюту вот это вот переборка снимается начинает ее снимать вот отсюда идем теперь каюту по левому борту глянем ее видим такую же каюту видим такие же шкафчики как и предыдущий каюте видим то же самое здесь свой галюн ручной и вот если эту переборку снять то две каюты превращаются в одну широчезную каюту состояние лакокрасочного покрытия ребята друзья яхтсмены она идеальная конечно где то есть какие-то царапинки но если смотрим на яхту эту то и связи с тем что это с массива все сделано оно очень легко вот эти проблемки удаляются ремонтируется но в целом в целом сохранилась на 95 процентов в идеальном виде окей идем к двигателю открываем крышку машинного отделения открыли крышку над машинным отделением и теперь открываем крышку машинного отделения закрыли крышку машинного отделения подняли пайолу и под пайолой находится генератор анан вот состояние видите не ржавый ну вот такая картинка генератора закрываем эту крышку и получается что генератор у нас под ногами закрыли крышку под низом находится генератор под теми пайолами находится топливный бак и посредине находится крепление киля друзья перед тем как мы пойдем смотреть дек хочу сказать что яхта выставлена на продажу локально находится в греции кто заинтересован у кого будет будут вопросы задавайте всем отвечу также подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до встречи в греции идем смотреть дек яхта полностью в теке дек тоже в теке смотрим состояние тика транец тик хочет ремонта пока что мы смотрим кокпит естественно это не серверский осмотр это общий обзор чтобы у нас была картинка что есть и и как раймариновские приборы на яхте установлены не новые есть болт растер выносной gps 4 лебедки харкин стол естественно на кокпите ну глянем теперь по периметру как я сказал яхта в теке в теке где вы в теке и в теке Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пройдемся по периметру... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...